Всем привет, вы на канале Айс. Сегодня я вам расскажу о жизни Скайлор Вокс до того, как она стала известна. Ну а если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь и поставьте лайк. И обязательно досмотрите этот видеоролик до конца, ведь напоследок я оставил самое интересное. Ну а теперь я вам пожелаю приятного просмотра. Детство и юность. Скайлор Вокс родилась 9 января 2000 года в городе Майами. Детские и юношеские годы девочки прошли в родном городе. Как говорит сама актриса, этот период жизни ничем примечательным не выделяется. Было обычное детство, школьные годы. Правда, по мере взросления одноклассницы часто издевались над Скайлор. Происходило это из-за зависти к возрастающей с годами привлекательности девушки. После окончания школы Вокс устроилась работать в стриптиз-бар. Такое занятие пришлось ей по душе, и она добилась немалых высот в этом деле. Один из источников утверждает, что девушка получила хорошее образование. Правда, нигде не указывается, когда и где она училась. Возможно, имеется в виду приобретение знаний в какой-нибудь элитной, средней или старшей школе. Карта Тинькофф Джуниор. Навстречу вам привезут ее в таком конверте. В нем будут находиться детские наклейки, договор на одном листке на ваше имя и сама карта. Карта представлена в таком дизайне. В описании я оставлю ссылку. Перейдя по ней, вы можете выбрать себе дизайн, который вам больше нравится из предложенных вариантов. Плата за обслуживание бесплатна. Выпуск карты, перевыпуск и доставка также бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор. Здесь будет написано имя и фамилия ребенка. В описании под видео я оставлю ссылку, перейдя по которой можете заказать такую карту и в подарок получить 200 бонусов. Один бонус равен 1 рублю. И да, кстати, о семье и родителях Скайлеры никакой информации нет. Неизвестно кто, не по профессии, чем занимаются, как их зовут. Есть только сведения, что мама и папа разной национальности. Но какой именно, об этом нигде не говорится. У актрисы есть братья и сестры, но о них девушка ничего не рассказывает. Карьера. В первых фильмах она снималась как Дилан Вакс. Но такой никнейм уже существовал у другого актера. И первую часть псевдонима она поменяла на Скайлер. Как говорит Скайлер, на съемочных площадках помогла ей раскрепоститься ее бисексуальность. Я еще в школе поняла, что меня привлекают не только парни, но и девочки. И кроме любовников были и подружки. Она вообще очень откровенна, когда рассказывает о своей нынешней профессии. После публикации первых роликов пользователи заинтересовались раскрепощенной актрисой. Этот факт придал ей еще большей уверенности. На любительских видео Скайлер не остановилась. Постепенно она начала сниматься в фильмах востребованных режиссеров. И вскоре Скайлер стала обладательницей наград. Самая популярная девушка-новичок. Лучшая новая старлетка года. А также завоевала приз зрительских симпатий. Личная жизнь. Скайлер не любит обсуждать свою личную жизнь с посторонними людьми. Но она и не скрывает, что сейчас находится в отношениях с молодым человеком. Как его зовут? Чем он занимается? Актриса, к сожалению, не рассказывает. Возлюбленные познакомились благодаря общим знакомым. И похоже, парня совершенно не смущает профессиональная деятельность его избранницы. По словам Вокс, он и сам имеет отношение к фильмам с отметкой 18+. В некоторых видео молодой человек принимает участие, только предпочитает скрывать свое лицо. Актриса призналась, что друзья избранника следят за ее творчеством. Поэтому он не спешит знакомить их со своей возлюбленной. Ну вот мы и подошли к самому долгожданному. Интересные факты. В свободное время Скайлор любит посидеть у телевизора. Она обожает смотреть фильмы в жанре фэнтези, а также триллеры и фантастику. В музыке отдает предпочтение рэпу и хип-хопу. Актриса трепетно относится к животным. В ее доме живет собака породы бульдог по кличке Хина. Девушка часто выкладывает фотографии домашнего питомца в социальные сети, вызывая волну восхищения у своих поклонников. И самое интересное, что помимо съемок в фильмах 18+, девушка иногда продолжает танцевать стриптиз. Ну это очень удивительно. Ну а на этом мой видеоролик подошел к концу. Если вам все понравилось, то с вас лайк и подписка на канал. А также не забудьте написать в комментариях, кого следующего сделать. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok